МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. Глава области посетил с рабочей поездкой Шахтинский регион. В Каркаролинске построят новый туристический центр. Сегодня для более чем двух тысяч выпускников прозвенел последний звонок. В Шахане будут решены проблемы с теплоснабжением и здравоохранением, так сказал областной глава на встрече с жителями поселка. Накануне Баужан Абдишев посетил Шахтинский регион с рабочей поездкой. Здесь же Акимобласти побывал на ряде промышленных объектов и ознакомился с социально-экономическим развитием района. Сколько приезжало Акимобласти, никогда нас не приглашали, об этом не извещали. Мы не могли. Спасибо вам, в первую очередь. Жители поселка Шахан встречи с Акимом области не нарадуются. Посетовать о проблемах первому руководителю региона они хотели давно. Вопросов, которые требуют незамедлительного решения, в Шахане немало. Проблемой номер один является обеспечение теплом. Приблизительный срок, когда пойдет тепло в Шахан, в котельную. Вопрос решится, говорит Баужан Абдишев. В Шахане построят новую котельную и проблем с теплоснабжением не будет. Правда, придется немного подождать. Деньги выделены, проект закончен. На 14-15 годы, я думаю, мы его будем закладывать. И дай бог мы все это реализуем. Дай бог, конечно. А еще в Шахане нет поликлиники. Местным жителям приходится ездить в медицинские учреждения Шахтинска. Те, в свою очередь, обслуживают их только на платной основе. Потому Баужан Абдишев поручил управление здравоохранения и Акимату города разобраться с этим вопросом. Глава региона также поддержал просьбу участников встречи оставить расположенную в поселке инфекционную больницу. Все, вы не переживайте. Никакая полиник, никто его не закроет. Постепенно решится вопрос с развитием бизнеса и созданием новых рабочих мест. Также по многочисленным просьбам шаханцев сюда будут приезжать продуктовые мини-ярмарки. Ряд вопросов глава региона решил во время посещения компании Карем. Это предприятие выпускает железобетонные изделия, брусчатку, пластиковые окна и стеклопластиковую арматуру. Продукция используется в промышленном, гражданском и дорожном строительстве. Сегодня предприятие нуждается в господдержке. О ней попросил директор компании Боржана Абдишева. Чтобы получить гос, что для этого надо? Государственное. Для этого давайте, куда надо заявиться, давайте многое сделаем. Если надо, допустим, урочный контракт. С этими, если мы позаботились, давайте мы национальную компанию, с ними сядем на какой-то меморандум. А это Шахтинская ТЭЦ. Здесь также побывал глава региона. Компания «Шахтинская Энерго» полным ходом готовится к будущему отопительному сезону. Руководство теплоисточника планирует привлекать инвесторов и модернизировать оборудование. У нас программа о реконструкции и модернизации есть. То есть увеличение мощности станции и выход ее, будем говорить, на энергетический уровень, с выработкой электроэнергии с увеличением до 70 мегаватт. Она нами разработана. И в данное время мы ее представляем инвесторам. У нас уже неоднократно приезжали инвесторы, которые заинтересовались этими проектами. Между тем, энергопредприятие испытывает нехватку средств, выделенных из бюджета на ремонт оборудования, теплосетей и покупку новой спецтехники. Не хватает и финансирования работ по наращиванию золоотвалок, который в настоящее время заполнен на 100%. Об этих и других проблемах доложились главе региона. Болжан Абдишев поручил руководству компании «Шахтинская Энерго» подготовить презентацию по имеющимся проблемам и до начала отопительного сезона разработать схему привлечения инвесторов. В рамках рабочей поездки Акимобласти посетил производство номер два компании «Курлэсмет», которая занимается изготовлением и ремонтом горно-шахтного и металлургического оборудования для предприятий «Арселор Миттл Тимиртау». Сегодня компания испытывает острую нехватку кадров рабочих специальностей. В связи с этим Болжан Абдишев поручил Акиму Шахтинской управлению предпринимательства и промышленности совместно с руководством предприятия проработать этот вопрос и трудоустроить выпускников технических колледжей в необходимом количестве. Ирина Камышова, Болжан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Каркаролинске построят новый туристический центр, а в Садпаеве-Бутакаре появятся памятники Каныши Садпаеву и Бухаржирау. Это и многое другое обсуждали на заседании градостроительного совета под председательством Акима области Болжана Абдишева. Обсуждали на совете генеральный план застройки городов Каркаролинска и Абай. Реализация предыдущих планов застройки завершилась уже много лет назад. При разработке проектов были учтены предложения и замечания, высказанные в ходе общественных слушаний и на градостроительных советах. Здесь сформируют системы общественного обслуживания, развития транспортной и инженерной инфраструктуры. К примеру, Каркаролинск полностью благоустроят. Здесь же создадут новый туристический центр. В проекте также заложен такой пункт для развития туристского кластера, как реконструкция автодороги республиканского значения на участке Каркаролинск. Если же мы хотим создать туристский центр, развивать здесь, то транспорт – это прежде всего. Болжан Абдишев высказал свое недовольство – хаотичная застройка городов и районов. Глава региона отметил, что первая линия домов должна быть выполнена в едином стиле. На первой линии во всех городах и районах, например, первая линия, идут там жилье, там, условно, там, Каркаролинск, там, не выше двух этажей, с таким-то фасадом и так далее, и так далее. Который должно строго придерживаться. Это, ну, как отчинаш, но он должен быть исполнял. А не так у нас получается, ну, реально везде. Любую улицу мы можем взять. Да, один двухэтажный, потом идет трехэтажный, один там с красной крышей, другой с зеленой, один с керамогранита, другой там вообще, там, алюкогон там обшитый. И получается, ну, абсурд. И так должно быть во всех городах и районах области, добавил Болжан Абдишев. Чтобы исключить беспорядок в архитектуре зданий, власти готовы даже принять соответствующий нормативный документ. С учетом тех замечаний, которые были высказаны, одобрить, принять решение о одобрении данных проектов, генеральных планов, советов и в основном порядке, значит, внести на утверждение соответствующий район. Следом была заслушана информация начальника управления архитектурой и градостроительства Кайрата Джиимбаева по благоустройству города Садпаев и поселка Батакара. В скором времени здесь могут появиться памятники Каныши Садпаеву и Бухаржирау. Эскизы будущих монументов представили градостроительному совету. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Привемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. В Центральном парке прозвенел последний звонок для выпускников. Голубые ленты, прощальный вальс, последние напутственные слова учителей проводил учащихся во взрослую жизнь глава города Миром Смогулов. В этом году 80 школ города Караганды выпустили более 2000 11-ти классников. Позади диктанты и сложный контрольный. Лишь единственное национальное тестирование отделяет выпускников от взрослой жизни. До ЕНТ еще около недели, но уже есть предварительные прогнозы. 49 претендентов на золотую медаль, 120 на аттестат с отличием. Конец этого учебного года радует своими результатами. Выступить со словами на впутствие на мероприятие приехала Ким города. Вы ступаете в взрослую жизнь. И мы уверены, что каждый из вас найдет свое место в жизни и станет достойным гражданином независимого Казахстана. В этот торжественный день хочу поблагодарить всех педагогов, родителей за их верное служение делу, за их эффективный результативный труд. Станцевали свой последний школьный варсь, дали последний в жизни школьный звонок. Теперь перед ними стоит самая главная задача – сдать единое национальное тестирование. Конечно, жаль расставаться со школой, но что ж теперь, впереди новая жизнь, студенческая жизнь. В предпущении этого момента, но самое главное сейчас – сдать единое национальное тестирование. И мы надеемся, что мы очень хорошо его сдадим. Для кого-то к счастью, для кого-то к огорчению прошел последний звонок. Воздушные шары в знак памяти о школьных годах выпускники запустили со слезами на глазах. В небо опустим цветные шары. Амина Смакова, Ужас Кабасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Карагандинцев приглашают на мини-ярмарку, которая состоится 25 мая по адресу микрорайон Восток 1-2 на территории коммунального рынка Гасыр. На ярмарке будет реализовываться молочная и овощная продукция, а также мясо птицы по ценам на 10-15% ниже рыночных. Надежда встать на ноги. Инициативная молодежь призывает поддержать земляка Армана Каренсау на республиканском конкурсе. Победа в музыкальном шоу «Жулдес де сад» и главный приз в 5 миллионов тенге поможет парню осуществить мечту – снова ходить. Восходящая звезда Арман Каренсау – инвалид. В 2007 году его сбила машина, и теперь юноша прикован к инвалидной коляске. Однако парень не отчаивается и занимается творчеством. Сегодня 20-летний карагандинец участвует в республиканском вокальном конкурсе «Жулдес де сад». За победу полагается приз – 5 миллионов тенге. Этого должно хватить на лечение в Германии. Немецкие врачи за 15 тысяч евро обещают поставить парня на ноги. Но чтобы мечта осуществилась, нужна победа. На пресс-конференции, которую организовали управление по вопросам молодежной политики, молодежное крыло Жасотан и историко-культурный центр первого президента призывают активно поддержать земляка на республиканском конкурсе посредством СМС-голосования. «Жулдес де сад» пройдет в прямом эфире завтра, 25 мая в 21.05 на Национальном телеканале «Казахстан». Человек сильной воли, сильного характера, человек, который попал в беду, не отчаялся, идет дальше по пути искусства. Мы призываем молодежь Караганды, Карагандинской области, в целом все населения поддержать нашего земляка, оказать достойную карагандинскую поддержку ему и продвинуть его дальше по проекту «Казахстан». Полицейские всегда на страже. В честь памяти халыбка Харманы Газиза Байтасова и погибших при исполнении служебных обязанностей среди сотрудников ОВД области был проведен галоконцерт. В нем приняли участие все подразделения ДВД региона. На галоконцерте зрителям были представлены несколько сценок из жизни полицейских. Также прозвучали песни в исполнении сотрудников правоохранительных органов. А вот дети станцевали всеми известный гангнам-стайл в стиле каражоргам. Цель ежегодного мероприятия – воспитание патриотизма у молодых сотрудников. Несмотря на то, что фестиваль художественной самодеятельности органов внутренних дел проводится нами ежегодно, сегодняшний галоконцерт является примерой, так как проводится впервые. В связи с этим, пользуясь случаем, хотелось бы искренне от всей души поблагодарить за активное содействие, предоставление возможности провести наши мероприятия в этом прекрасном зале руководителей и членов Народной темы партии Нарутан, лично Хадишу Базарбаевну. По решению строгого жюри, гран-при заключительного фестиваля «Всегда на страже» был присвоен отделу внутренних дел Каркаролинского района. Также всем участникам фестиваля были вручены грамоты и ценные призы. Ирам Гусал Кимбаева, Марат Культенов, Первый Каравиндинский. Скоро школьные летние каникулы. Почти 50 тысяч учащихся с 1 по 11 класса получат 3 месяца свободы от занятий зубрежек. Как будут восстанавливать силы карагандинские шкалеры всех возрастов, решали на комиссии городского акимата. По настоящему организацию оздоровительного сезона начали задолго до заседания комиссии. Здесь же отчитываются о проделанной работе и выслушиваются не планы, а оцениваются конкретные мероприятия. Основных вопросов три. Что, где, когда. Правда, ответы не в пример теле и где уже готовы. По итогам анкетирования среди детей и родителей существуют программы, разработанные каждой школой. Родителям приходится только выбирать, самим организовывать летний отдых для своих детей или положиться на организаторов внешкольного проведения досуга. Это загородные лагеря, в том числе, в первую очередь, наш детский оздоровительный центр «Салют» в пришкольных лагерях с питанием, так и без питания. В бригадах отделения трудовых отрядов школьников, семейно-арендном подряде, то есть это совместная трудовая деятельность ребенка и родителей. В арестивных формах отдыха профильные лагеря – это экологические, спортивные, туристические, лингвистические. Летняя школа – это языковая, политические направленности по подготовке новым классам и другие. В самом городе будет работать 32 дворовых клуба, в которых ребята смогут заниматься в 120 спортивных секциях и кружках. Будут проводиться интересные мероприятия – слет жазулановцев, акции «Мы патриоты», уличные фестивали и конкурсы. Организаторы досуга школьников на летних каникулах обещают – скучно не будет. Каждый сможет найти себе дело по душе. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый, Караганинский. Дети – наше будущее. В детском саду Гаухар в 12 группах воспитываются ребята разных национальностей. И уже сегодня подрастающее поколение знает свой государственный язык. В этом заслуга как воспитателей, так и психолога, который на протяжении трех лет находит подход к малышам. Маржана Ханова работает не один год в детском саду и знает, как начать диалог с каждым ребенком. В этом ей помогает ее профессия. Психолог по профессии и по призванию женщина совсем недавно вернулась из Петропавловска, где проводился республиканский семинар. Психологи всех регионов обучались и обменивались знаниями. Уже сегодня Маржан делится с коллегами привезенным опытом и их методом работы. Я участвовала в разных семинарах в работе с родителями, с детьми, психологи. Проводились разные мероприятия. В этом семинаре я поняла, что дети и родители тесно взаимосвязаны с друг другом. И это высоко оценили. И мы тоже должны быть взаимосвязаны с отношениями вместе с родителями и детьми. В семинаре принимали участие психологи дошкольных учреждений города. Организатором данного мероприятия стал городской отдел образования. Тему семинара «Работа психолога с родителями» выбрали не случайно. В преддверии выпускных баллов и утренников именно работа психолога помогает подготовить ребенка к школе. Я считаю, что работа психолога в детском саду актуальна, так как мы в детском саду даем детям начальное дошкольное образование и воспитание. И тем более сегодня в преддверии, когда мы провожаем детей в школу, и у нас проходят выпускные утренники, конечно, работа психолога очень актуальна. И как бы мы проводим диагностику и можем сказать, что наши детки как бы подготовлены к школе. Динара Сартаева, Кайрат Рашитов, Первый, Карагандинский. Теперь, чтобы получить необходимую регистрацию нотариуса, карагандинцам не придется стоять в очереди в ЦОН. С 1 января 2013 года введена новая электронная регистрация прав на недвижимость. Экономия времени и денег. Амина Смакова знает подробности. Еще в прошлом году у лиц, заключившись в сделке у нотариуса, возникла необходимость подолгу стоять в очереди в ЦОН для подачи документов на регистрацию. При этом срок ее оказания составлял 5 рабочих дней. Внедренной январе 2013 года электронная регистрация прав на недвижимое имущество дала возможность карагандинцам пройти нужные процедуры за один день. При этом за ускоренную регистрацию оплата не взимается, а исчисляется как за обычную регистрацию. На сегодняшний день горожане активно пользуются системой. Такая процедура уже внедрилась во всех регионах Казахстана. На сегодняшний день по всей республике проводится электронная регистрация. Чем она удобна? Удобна тем, что исключает походы в ЦОН, Центр обслуживания населения, экономия времени, так как она регистрируется в регистрирующем органе в юстициях в течение суток, и экономия денежных средств. То есть ни оплаты, ни засрочной необходимости нет. Амин Смакова, Карат Рашидов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта, о них расскажет Берик Апаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. В карагандинском спорткомплексе «Жастар» стартовал восьмой республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 97-98 годов рождения в памяти заслуженного тренера СССР Аман Чеакпаева. Эти соревнования являются отборочными перед третьими евразийскими играми. Этот турнир является отбором на евразийские игры. В нем принимают участие 400 с лишним участников со всех регионов нашего Казахстана. Из них 325 участников – это юноши и 80-90 спортсменок-девушек. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го карагандинского 42-06-49. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Аман Саобонсда. Субтитры создавал DimaTorzok